Приветствую, юзернеймы! Поздравляю всех владельцев UOT24S с правильным выбором и с парой нюансов тоже поздравляю, которые, к сожалению, неизбежно происходят с велосипедами, особенно с теми, которые собираются в Азии. Мы, конечно, тоже давали несколько раз маху со сместной сборкой экзешников. В общем, не так это просто, как кажется. Что у нас тут есть за приколы у этого велосипеда? Во-первых, как я и обещал, и многие уже ощутили на себе красоту нашего сервиса, то, что вот эти прекрасные пластиковые крышки, которые должны были на китайском заводе сделать алюминиевыми, но не сделали. Мы меняем сами, всем, кто покупает в спорте, и досылаем тем, кто купил версию с пластиковой крышкой, алюминиевую фрезерованную крышку, сделанную здесь у нас дома, с даже специальным кольцом, шайбой из метизов, которую можно использовать как регулятор прилода. То есть как бы по высоте они одинаковые, как вы видите, да? То есть вот эта часть, которая вниз у меня выпирает, это просто для того, чтобы в пружинку войти. Вот. А в нашем случае эту крышку не будет вырывать из ноги при экстремальных нагрузках. Это то, что и должно было быть изначально, как когда-то было в пружинном аргайле или там в пружинной маниту без подкачки. Это база, алюминиевая крышка должна быть. Что мы добавили, какую модификацию? Можно вот этот болтик подоткрутить, естественно, разбирая крышку, и тем самым давить больше на пружину, увеличивая ее жесткость, резкость. Такой привод только разборный. Либо можно докупить вот таких шайб в метизах, прямо вот с образцом пойти, купить, и тоже увеличить давление на пружину. Потому что сделать адекватно работающий вот этот вот механизм, который тут не очень большой дает диапазон, не очень много, да, одну шайбу такую докупил или чуть-чуть болтик открутил, вот тебе то же самое. Но только если бы мы решили сделать такой механизм не в пластике, а в алюминии, за это уже пришлось бы доплачивать, потому что ценник довольно зубастый на такие подделки. В принципе, это настройка, которой почти никто на самом деле в адекватном велосипедном мире не пользуется. Но тем не менее, вы можете ее применять с помощью докупки шайб. Точно так же было в Аргайле, понимаете, там были пластиковые кольца, ты их докладываешь, и тем самым меняешь как бы резкость, жесткость. Вот за нее не надо платить, ни купейки. Все, вам ее отправляют, либо сразу к велику дают. Лучше, чтобы вам ее сразу вставляли в велосипед, если вы в юспорте покупаете. Это несомненный плюс покупки здесь, потому что снять вот эту вот пластиковую крышку нужен спецключ. Он у нас есть, не у всех мастерских он имеется в наличии. Следующий нюанс уже неприятный. Если с крышкой мы разобрались быстро и просто, то с чейнлайном, очень хочется назвать его членлайном в данной ситуации, разобраться уже не так просто, особенно если вы неопытный. Поэтому выпьем немножко лимонада со вкусом энергетика, но без энергетика. Новая линейка лимонадов InVoc. Реально вкус какой энергетика, но без энергетика. Если посмотреть на велосипед сверху, становится очевидно, что цепь идет под углом, что она смотрит от каретки назад к дропаутам, по такой диагонали идет. И естественно это плохо. Почему так произошло, разобраться уже невозможно. Скорее всего просто ребята на заводе, которые собирали на конвейерной линии в Китае, не положили нужное количество шайб. Либо компетенции не хватило, либо технолог просчитался. Ну факт налицо, есть косяк. Он не смертельный. Но если так кататься, у вас идет, во-первых, износ звездочек передний и задний, износ цепи, неприятные щелчки. В каких-то эпизодах у нас даже происходили разрывы цепи, что вообще неприемлемо. Мне очень жаль, что так происходит. Я дико перед вами извиняюсь. Хотя я никак не мог, к сожалению, повлиять на этот процесс. Приезжают запакованные велосипеды, ты разбираешь один, он нормальный, разбираешь другой ненормальный. И вот какую-то провести работу с ними очень сложно. Поэтому вот единственное, к чему мы пришли, это вот снять видеоинструкцию. Что я предлагаю сделать? Переворачиваем велосипед. Благодарим Олега Сандра за помощь. Я только недавно узнал, что имя Александра происходит от имени Олег. Олег Сандр. Никому не смешно, кроме меня. Итак, откручиваем болт. Я его уже немножечко начал откручивать. Не забудьте при этом скинуть цепь. Для этого надо расслабить заднее колесо, ну и как бы куда-нибудь здесь отправить цепь. Отдохнуть чуть-чуть. Потому что она будет нам мешать сбивать шатун. Сбивать рекомендуется либо киянкой, либо молотком через деревяшку. Ну, вроде что-то есть. Да, идет процесс. Деревяшка потихонечку разваливается, но мы близки к цели. Реально, бить в болт звезды самая гуманная вообще затея. Если вы, кстати, до конца болт не будете откручивать, у вас есть возможность нежно поймать шатун, когда он будет слетать. Если вообще вас это волнует. У меня тут уже есть специальные отверстия. Четко в болтик встает. Хоп. Продолжаем. Продолжаем. Все, готово. Шатунчик сняли. Теперь надо разжиться шайбами. Теперь нам нужно понять, какое количество шайб добавить. Собственно, вариантов несколько. Можно использовать шайбы с внутренним диаметром 19, внешне абсолютно все равно какой. В строительном магазине покупается либо конвектора звезды от старой какой-то ненужной взять. В общем, все, что угодно, что на вал налезает, будем надевать. Для того, чтобы нам понять не было, какое нам нужно отклонение, я бы использовал шайбы. Либо можно купить у нас комплект каретки по спеццене для тех, кто покупал ULTS. Запасную кареточку MIT купить. Промокодик на экране, видите. Он вам пригодится. В общем, я положил две шайбы. Шатун эти очень легко устанавливаются. Здесь есть ключ на вале. Такой же ключ есть в шатуне. Супер просто. В общем, я добавил две шайбы, вернул обратно конвектор, теперь надеваю шатун. Революция в натягивании цепи. Деревяшка, которая нам помогала сбивать шатун. Две шайбы убрала посторонние звуки, и чейнлайн выпрямился, но я бы добавил третью, чтобы внутреннее звено цепи как можно меньше налезало на драйвер. И в принципе все. Вопрос как бы с кривым чейнлайном решен. Несложно. Реально несложно. И пару шайб купить вообще копейки стоит. Что касается того, что некоторые велосипеды кому-то приезжают там с покоцами на нижней трубе. Ну это вообще вещь, которая может произойти с любым абсолютно велосипедом, зависит от транспортной компании, от условий транспортировки, от того, что с велосипедом в коробке и так далее. Мы тут как бы просто столкнулись с несколькими претензиями. Такое просто бывает. К сожалению, это жизнь. И упаковочные материалы где-то подводят, где-то колесо может быть плохо закреплено, где-то реальная транспортная компания. Разобраться с этим практически невозможно. Если вы покупаете велик для трюков, коцки на нем это, к сожалению, абсолютно нормально. Неприятно, когда новый велик приезжает с коцками. Вот такое тоже бывает. Алюминий не ржавеет, поэтому на нем коцки, на лаки это абсолютно не страшно. На черном цвете так вообще очень легко это делать, скрыть. На красном чуть сложнее, но тоже можно подкрасить лаком красным для ногтей женским. Ну, я понимаю, что я сейчас говорю как бы чушь, да? Но поверьте, я вот работаю в велоиндустрии очень много лет, больше десятка, и с транспортировкой что только не бывает. Вирусипеды в коробках приезжают в самом разном состоянии. Бывают печальные инциденты, бывают и рамы там мнутся. Как-то на мою раму, которую я отправлял, наехал погрузчик, и рама приехала человеку, с полностью схлопнувшейся задницей. И несколько месяцев занимает как бы работа со страховой компанией, которая компенсирует тот ущерб, который транспорт наносит. Поэтому если есть возможность вскрыть ве успеет при получении из коробки и убедиться в том, что он целый или не целый, лучше это делать сразу. Потому что тогда вы можете сразу подать на месте претензию к транспортную компанию, и вам не надо будет туда-сюда просто так коробку возить. Но, по-моему, в современных транспортных можно и из дома оформить претензию, если как бы все хорошо отфоткать, чтобы вас не уличили в обмане, чтобы покоцали велосипед, потом претензию предъявляете. И, соответственно, подать заявку. Я много компенсировал, даже как-то компенсировал партию труб, которую мне отправили с завода, которую перегружали. Во время перегрузки трубы рассыпались, часть помялась, погнулась. Мне компенсировали эти деньги. Я был очень доволен. Ну, результатом доволен, а скоростью, конечно, нет. Но это нормально. Любые работы с претензиями занимают время. В том, что касается самого велосипеда, никаких не возникло вопросов пока по вилкам в плане прочности работы. То есть никто ничего не согнул, не оторвал, работает отскок, настраивается все, вилки работают. Это вообще офигенно, потому что я вижу большой запрос в комментариях, чтобы такие вилки появились в отдельной продаже. Я думаю, пружинную версию нет смысла вести, а есть смысл вести воздушную версию. То есть чтобы была адекватная воздушка с сквозной осью, коническим штоком и, наверное, с разными вариантами хода. Вы можете написать в комментариях, какой ход вилки в отдельной продаже был бы для вас актуален. Я вижу для себя три варианта. Это 80, 100 и 140. Можете написать. Потому что больше 140, ну куда? На трейл ставят 140. Выше однокоронная вилка, не знаю, есть ли смысл. Воздушка будет легкая и по прочности вилка действительно неплохо себя показала. Руль невысокий. То есть когда ты катаешься, у вилки есть цек, этого подъема руля хватает. Его не надо ни меньше, ни больше. Прямо тютелька в тютельку. Чтобы в этом руле стоило бы доработать, это уменьшить его толщину в ручках сбоку, чтобы в аренду легче залезали, потому что в аренду сюда действительно сложно запихать. Я слишком толстый сделал руль. Ну, вы понимаете, я любитель стальных рулей, тут алюминиевый. Я немножко очковал и сделал его ультра толстым. И самое главное, что на этом юспеде удобно ездить, делать трюки в парке и в стрите. Он не дёртывый, для дёртывого у него слишком жесткий угол рулевой колонки. Это абсолютно очевидно. Тут никаких не может быть дискуссий. В дальнейшем судьба модели UTS сейчас находится в раздумьях. Мы думаем, что с ним делать. Улучшать его или не улучшать. Давать этой модели жизни или не давать. Очень хотелось бы, конечно, чтобы люди, которые либо собираются приобрести, либо которые приобрели, дали обратную связь в комментариях. По поводу косяков мы вроде разобрались, что с ними делать, какие они здесь. А вот в том, что касается судьбы велосипеда, можно подискутировать. Я для себя вижу продолжение в виде воздушной вилки. Соответственно, здесь, чтобы нормально баренда вставала. Жирное комбо сидение. Всё остальное как бы тут хорошо работает. Можно фрезерованную звезду поставить. Она будет качественнее, реально прочнее, дольше жить. И по большей части можно ещё поменять покрышку, чтобы полегче были. Добавить баттинга. Опять же, чтобы вес скинуть с велосипеда. И мы взвешивали его в этом году. Он был меньше 12 килограмм без тормоза. Соответственно, на баттинги, воздушные вилки можно и на покрышках ещё там прилично снять. Но, естественно, это отразится на цене. Сделать этот велосипед дешевле невозможно. Ну, тут не на чем экономить. Вот просто не на чем. Можно поставить слимовый комбарь, и он как бы сэкономит вам пару тысяч рублей, три тысячи рублей. Ну, это ни о чем. Больше тут нечего снять, чтобы велосипед не потерял. А в том, что касается улучшить, при этом, чтобы он не стал слишком дорогим, это можно. Поэтому приглашаю вас в комментарии. Вспомню про ещё один. Не косяк, а просто такая вот манера у людей работать. Когда стружка появляется в каретке, при разборе каретки люди на новом велосипеде нашли стружку. Это не выработка. Там нечему вырабатываться. Это стружка от того, что торцуют, разворачивают, точнее, подсидельную трубу после сварки рамы. Это нормальная процедура, просто после этой процедуры не из всех рам стружку вытряхивают. Вот так вот бывает. И это приводит к тому, что она появляется в каретке. Там ничего не вращается, чтобы появилась выработка. Это нереально. Если посмотреть на структуру стружки, которая там может попасться, это чистый алюминий, который появился в результате разворачивания подсидельной трубы. На этом у меня все. Промокод на скидку на каретке вы видите перед собой. Можно купить в запас, можно купить ради того, чтобы разжиться шайбами. Можно ничего не покупать, пойти в магазины, где продается крепеж и купить шайбы с внутренним диаметром 19 мм за просто 3 копейки, за там 20-30 рублей, не тысяч, рублей. Вы купите себе 2-3 шайбочки толщиной миллиметр и решите вопрос с чейнлайном. Кстати, не на всех велосипедах он есть, на некоторых есть, на некоторых нет. Поэтому посмотрите внимательно, если цепь как бы не прямо идет от передней звезде к задней, скорее всего, чейнлайн нарушен. И если он нарушен, вам нужно либо убрать, либо доложить звезду, смотря в какую сторону наклонена цепь. Все, ребят, большое спасибо за внимание. С вами был Антоха, ULTE24S. Удачи, пока.